Когда тренер определяет состав команды, тактическую схемку, установку дает, всегда надеется, что это даст результат. Если вы обратили внимание, Шинник вышел сегодня в непривычной для себя схеме, первый раз, фактически 5-4-1, в общем-то, с желанием не дать факелу сыграть в его излюбленные манеры игры за счет компактности, лишить его тактико-технического преимущества, которое он имеет перед нашей командой. До поры до времени это все удавалось, за исключением вот этих двух моментов, когда получил наш игрок неоправданной ситуацией карточки и был удален. После удаления, естественно, то преимущество факела усилилось и, в общем-то, вылилось в этот гол. И, к сожалению, контр-шансов у нас практически не было, за исключением момента у того Лаука, когда на последних минутах он наносил удар-поворот. Причем этот парень обладает, можно сказать, сумасшедшим ударом и удар у него не получился. Вот отсюда в очередной раз третью игру подряд бились, старались и продолжение знаете, да? Я заменю слово, не получилось. Александр Михайлович, ну, одинокая фигура Низамудинова маячила впереди и, в принципе, ничего не создавали вы впереди. Я думаю, что останься мы в полном составе, контр-шансы у нас бы появились. Задача была поддержать как минимум четырем-пяти игрокам атаки, выбегать под Низамудинова. Но все сломалось, я еще раз говорю, из-за удаления. Проясните, пожалуйста, просто невинно было, кто ушел с поля у вас? Удален был, Чистяков? Да, Чистяков. Пожалуйста. Александр Михайлович. Самоотверженный игрок, боец, но вот эти бойцовские качества проявил, к сожалению, неправильно сегодня. В связи с поражением Воронежа, какие задачи ставит Шинник на оставшийся матч? Выиграть в каждом матче. Задача в стыке стоит? Да, перед нами поставили такую задачу, мы стараемся ее выполнить. На данном этапе не получается, но у нас впереди четыре домашних игры, две выездных, и я думаю, что мы поборемся. Турнир на таблице ФНЛ в зоне стыка достаточно плотный, и кого считает их фаворитом? Кубань сегодня выиграла. Ну, Кубань тоже будет участвовать, и так же, как те команды, которые там находятся. Это Sky Energy, это Fakil, это Енисей, это Кубань, это Тюмень, наверное. Как сегодня Тюмень играет? Это, наверное, Тюмень, ну и постарается быть в этом пелетоне Шинник. Хочу всех поздравить болельщиков нашей с победой. Ребятам благодарен за настрой, за то качество игры, которое они продемонстрировали. Хотя демонстрировать сложно было, очень сложно, в связи с тем, что качество поля не выдержит никакой критики. Вы видели, мяч дробит, и создать такую ситуацию очень сложно. Очень важная победа с турнирной точки зрения, очень важная она, потому что ситуация такова. Турнирная таблица, плотность большая, и все наши, скажем так, конкуренты за выход, за право играть в стыковых играх. Мы знали уже результаты, что они победили, и нам нужна была только победа в этой игре, за что я ребятам очень благодарен. Очень благодарен. Ну, игра проходила, в принципе, мы понимали, что Шинник будет играть вторым номером, и отдав территорию, уповать на быстрые атаки, использовать скоростные качества, и голевое чутье Низамудинова впереди, и за счет быстрых фланговых игроков. Ну, наверное, определяющее, ну, не определяющее, а серьезное значение на расклад сил повлияло то, что удаление в середине первого тайма там, удаление, и, естественно, и так они играли вторым номером, а здесь они 9 человек назад опускались уже, и взломать такую оборону позиционной атаки крайне сложно, и тем более на такого качества поля. Но, тем не менее, мы стремились к этому, имели территориальное, игровое преимущество, и благо то, что во втором тайме забили, и не использовали еще несколько моментов, несколько моментов, которые реально должны были заканчивать со взятием ворот. Сложность в чем была? В том, что при такой игре не потерять было важно концентрацию, потому что любая малейшая оплошность могла привести к плачевным результатам. Ну, благо, что ребята сыграли строго в обороне, и так за счет контроля мяча довели игру до логического завершения. Пожалуйста, вопросы. То, что Бирюков пенальти не забил, ну, все знают, что Михаил бьет справа, повторяю, нижний угол, то есть какое-то такое пижонство прислушивало, там полтора шага человек сделал. Это ошибка его или нет? Естественно, его ошибка, мне непонятно было, Миша всегда бил пенальти, и он подходил бить, очень концентрировался на этом моменте, да, на моменте именно удара смотрел на положение вратаря, а здесь мне непонятно, с двух шагов как-то, ну, я с вами согласен, что где-то элемент расслабленности, ну, я не хочу это слово говорить, что Миша, по своей сути, не пижон, он такой нормальный парень, адекватный, все, но то, что он, скажем так, не очень собрано пробил пенальти, и по центру для меня непонятно, это совершенно, совершенно, все, забивай пенальти этот, и снимались все вопросы бы, да, имея одного лишнего и два мяча, все, а так до последней минуты Шарушиник сохранял какие-то шансы, естественно, надеясь на то, чтобы отыграться. Слово «расхлябанность» к поступку трошечного применимо, которое на пустом месте, собственно, схлопотало. Ну, я не скажу, что это расхлябанность, здесь ситуация, он не симулировал, он не симулировал, он принял мяч, игрок уже был сзади, там все, был зацеп, не был зацепа, я далек от этой мысли, ну, там небольшой, видно, контакт был, и он упал, ну, человек мог и равновесие потерять, там никакого, понятно, уравняли шансы, там все, эпизод такой, двоякое впечатление от этого эпизода. Ну, это на обсмотрение судьи, на обсмотрение судьи, но с моей точки зрения, принимая решение по трошечке, ну, и дав ему вторую карточку, да, первую там он дал ни за что ему, абсолютно непонятно за что он дал ему, да, а вторую, совсем необъяснимые вещи, да, вопрос вот у меня, допустим, у меня есть вопрос о предназначении пенальти, явно нарушал правила Яшин, это тянуло как минимум, как минимум на желтую карточку. И Мишу уже дает. Да, и мне показалось, что он уже полез в карман за карточкой, а потом уговоры Яшина привели к тому, что он не дал ему карточку. Это вторая карточка, удаление вратаря, все. Ну, это было слишком, наверное, слишком, оставшись девятером и без основного вратаря. Ну, если соблюдается буква закона, она должна соблюдаться, не должно быть двойных стандартов, с моей точки зрения. Ну, для этого есть судейский инспекторский комитет, которым, если необходимость будет, они рассмотрят тогда эти эпизоды. Еще вопрос. Павел Гунин, победа над Шинником пробивает без гонки за попаданием степи? Я не думаю. Я не думаю. Шинник, вы видели, что очень организованная, опытная команда в составе ребята, поигравшие на хорошем уровне, на уровне премьер-лиги. Команда, которая несколько сезонов, ну, пару сезонов-то точно играет в одном составе в силу объективных причин, скажем так. В силу того, что у них там трансферное окно закрыто, и ротации состава у них практически нету, есть обойма игроков, и довольно сыгранная, опытная команда, с поставленной игрой, опытный наставник Александр Миколаевич подбегала. Все, и я думаю, что Шинник, та команда, которая будет участвовать в этой борьбе. Шесть туров, отставание совсем, все зависит от того, небольшое отставание, ну, от нас, допустим, на сегодняшний момент четыре очка, да, а там игры, много игр между собой, команды, которые участвуют в этой гонке. Сейчас сюда и Кубань подтянулась еще, там Химки недалеко, совсем недалеко, да имея игру в запасе. Поэтому, я думаю, что до последних туров будет борьба, и решаться, наверное, будет уже на флажке все, кто выйдет в стыковые игры за право участия в переходных играх за выход в премьер-лигу. Павел Патеревич, в 2002 матчах на ворот остался Саутин, а сегодня вышел снова Коббер. А с чем это связано? Ну, связано с тем, что Саутин не очень уверенно отыграл игру в Саратове, и особенно по первому мячу, да и второй, где-то Саша неправильно принял решение в этих двух игровых эпизодах, неправильно занял позицию, и поэтому смена только с этим связана. Ну, нужно отдать должное Саутину в том плане, что он старался, старался, но каждый вратарь имеет. Ошибка вратаря – это взятие ворот, это бросается слишком в глаза, да, нападающий может три раза один на один выходить, не забивать, и никто не будет вспоминать это, да. Ну, не забил, не забил. А ошибка вратаря – это такая вещь, и он психологически-то парень устойчивый. А проблема в чем заключается? В том, что он практически пропустил все сборы у нас, практически. У него проблемы со спиной, там немножко беспокоит. Но, тем не менее, он тренируется, старается набрать форму, все, и мы дали ему шанс, дали шанс, все равно сегодня такова ситуация. Павел Константинович, скажите, у Свежого были определенные проблемы с коленом, беспокоило его, а сегодня он вышел в стартом составе, как цените его игровые действия? Не теряет ли он игрового тонуса, что играет по матчу, а затем на матч будет сдать? Нет, я не считаю, что он теряет, я считаю, наоборот, что он приобретает игровой тонус, потому что в начале чемпионата он выходил в стартом составе, но после операции, после длительного отсутствия игровой практики, тяжело ему было, и в функциональном плане очень тяжело, не очень хорошо он выгляделся. Сейчас Витя, понимая это все, прибавляет и в тренировочной работе, и сегодня отыграл он игру, то, что ему хватило, и он попросил замену, все, в принципе, здесь в организации игры, мы на него надеемся в этом плане, что он будет прибавлять и пользу команде принесет. И здесь мы по сравнению с Саратовым произвели ротацию, вот здесь, именно в центральной зоне, вместо Димы Иванова, который склонен больше к оборонительным действиям, так как пампуан защитник, опорный полузащитник, а здесь мы упорвали на то, что три центральных наших полузащитника должны более креативными быть и сильнее, ну скажем так, усилить игру в организационном плане. Все, и поэтому было принято решение вместо Димы поставить витиш в Жулон, отыграл он, ну скажем так, на хорошем уровне. – Курилов сегодня снова отыграл без матча, достаточно уверенно, неплохо. Кстати, он сейчас выигрывает конкуренцию Бурнаша? – Ну, здесь то, что то же самое и с Лешей Куриловым, после серьезнейшей травмы, перелома, да, набирает он форму, набирает форму. – Ну, если вы задаете вопрос, выиграл конкуренцию Бурнаша, Бурнаш просто травмирован у нас, он травмирован, и он в общей группе не тренируется. А сейчас возродится, когда уже будем смотреть. Ну, Леша радует на сегодняшний день то, что видно, что тоже опять отсутствие практики, в каких-то моментах он опытный игрок, хотелось бы более, чтобы он так поспокойнее играл, да. Ну, это от повышенного чувства ответственности за результат. Там где-то немножечко шероховатости есть, но это дело поправимое, совершенно. – А вот Осипенко сегодня, вот он взялся там штрафной пробить, и вообще вот брал на себя инициативу, два дальних удара еще было. А вот как-то на тренировках? – Ну, да, естественно, что на тренировках, на тренировках, ну, первое пробитие штрафного в той ситуации, в первом тайме, который вы имеете в виду, когда вслед будет вам, там сложно было, во-первых, массивная стенка стояла, да, короткое расстояние, там нужно было разыгрывать, с моей точки зрения. И он получил порцию критики в перерыве за этот удар. А тот удар, который он нанес, два удара во втором тайме, да, один немножко выше, все, у него очень хороший удар, очень хороший. А удар, когда чудом, я не знаю, как там Яшин его достал, в последнюю секунду, да, я, если, он, ну, это делает ему честь, он оценил игровую ситуацию из центра поля, все, это гол был красивейший гол. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова